Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Старость в радость! В Малаховке открылся центр активного долголетия. А в Люберцах начал работу первый офис МФЦ со специальным окном для бизнеса. Строительство детского сада в поселке Калинино идет по графику. Вопрос изменения структуры администрации округа обсудили на заседании Совета депутатов. День открытых дверей прошел в холдинге «Вертолеты России». В Люберцах во второй раз состоялся парад колясок. Центр активного долголетия для пожилых людей открылся в Малаховке. Всего в нем 140 мест, из которых 28 бесплатных предусмотрены для жителей округа. По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, этот современный центр пример нового подхода к реабилитации пожилых людей. Он должен прийти на смену морально устаревшим домам престарелых. Пять специализированных отделений, два новейших корпуса, 70 просторных комнат, 14 комфортабельных апартаментов. А еще круглосуточное медицинское обслуживание, пятиразовое качественное питание, отличные оборудованные комнаты для игр, досуга и занятий спортом и целый штат высококвалифицированных специалистов. Центр гириатрического ухода и реабилитации «Малаховка» готов принять посетителей и сделать их пребывание здесь максимально приятным. Он построен с учетом мировых технологий, учтены все возможные гириатрические синдромы, беспороговая среда везде и всюду. Мы можем любого человека вывезти на улицу погулять. Это круглосуточное наблюдение квалифицированного персонала. Чтобы создать этот уникальный, первый, пока единственный в своем роде на территории России и Восточной Европы центр, команде компаний-застройщика пришлось изрядно потрудиться. Мы построили этот комплекс на основании технологий, которые ездили и собирали по всему миру. Мы смотрели, как устроены заведения подобного уровня во Франции и в Израиле. Мы смотрели, как работают наши итальянские коллеги и коллеги из Канады. В России, поскольку такого еще не строилось, соответственно, архитектор вообще не понимает, что это такое. Мы поняли, что надо сначала архитекторов свозить и показать, как там это делают, показать это все, чтобы привести к нам. Глядя на результат проделанной работы, можно сказать, у них все получилось. И вот 8 июня, в День социального работника, состоялось торжественное открытие Центра активного долголетия «Малаховка». Мероприятие посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. В режиме прямого включения в рамках Второго Всероссийского форума социальных инноваций вместе с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко он дал официальный старт к началу работы учреждения. И мы можем гордиться, потому что, как говорят специалисты, такой центр в России первый, и он у нас в «Малаховке». Это очень важно. Я вас приветствую. Поздравляю. Несмотря на то, что официальное открытие Центра состоялось 8 июня, первым днем его работы сотрудники «Малаховки» считают 6 число. Ведь именно тогда к ним приехал первый посетитель Степанида Афанасьевна Севрякова. Работники Центра сразу полюбили ее за добрый нрав и светлую энергетику. Семья Степанида Афанасьевны часто навещает ее. Но проведать пенсионерку приезжают не только родственники. Владимир Петрович приходил, поздравлял, принес цветы. Степанида Афанасьевна конфеты принес. Мы сейчас у нас второй завтрак в 11. Мы решили чай с конфетами попить. В этом году у Степанида Афанасьевны юбилей. 100 лет. Сотрудники Центра готовятся с размахом отметить это событие. Здесь каждый день пенсионерки наполнены интересными и полезными занятиями, прогулками на свежем воздухе и приятным общением. Есть такое понятие, как бытовой тренинг. Для того, чтобы Степанида Афанасьевна не забывала. Не забывайте, 99 лет мы с ней делаем зарядку по мере возможности. Мы делаем весь спектр тех упражнений, тех работ, чтобы она не забывала. Это мы делаем исключительно для того, чтобы, опять, еще раз повторяю, с моей психологической точки зрения, чтобы ее память сохранялась. Степанида Афанасьевна пока единственный посетитель Центра активного долголетия «Малаховка». Но уже к концу этого года ожидается стопроцентная заполняемость всего комплекса. Мария Лапачева, Дмитрий Родзянко и Кирилл Евгеньев. Телеканал ЛРТ. Бизнес за четыре минуты. В городском округе Любрица открылся первый офис многофункционального центра со специальным окном для обслуживания малого и среднего бизнеса. Теперь там можно будет решать различные вопросы, стоящие перед организацией. От регистрации до получения лицензий. Музыканты, баскетбольный матч, выступления артиста со званием «Кристальный голос Москвы» Александра Чайки. Среди приглашенных гостей официальные лица, общественные деятели, журналисты. Все это не программа городского фестиваля. Это открытие еще одного многофункционального центра в Люберецком дворе по улице авиаторов. За вот этих буквально пять месяцев через Люберецкое МФЦ прошло более 102 тысяч человек. У нас сегодня 61 окно открыто. Что такое 102 тысяч? Это очень много. И люди, я насколько это понимаю, получают эту услугу очень быстро. Действительно, на то, чтобы подать или получить документы в одном из окон многофункционального центра, в среднем у человека уходит не более четырех минут. Особенность этого центра еще и в том, что это первый в Люберцах офис МФЦ для бизнесменов. Наши предприниматели могут воспользоваться услугами так называемой корпорации МСП. Узнать информацию о недвижимости, информацию о закупках, о финансировании. Плюс ко всему составить бизнес-план, оформить лицензию на деятельность. Ну и оформить КЭП. То есть это электронно-цифровая подпись. Открытие в Люберцах ОКН МФЦ для бизнесменов, которые будут работать шесть дней в неделю с 8 до 20.00, оценили в местном союзе промышленников и предпринимателей. Мы все уже осознали, что основа экономического благосостояния общества – это развитие экономики. И в частности, развитие промышленности. Создание новых предприятий – это как раз тот первый шаг для того, чтобы жизнь стала лучше. Кроме того, для жителей микрорайона учреждение будет работать как паспортный стол. Также здесь можно будет без процентов оплатить коммунальные услуги. Конечно, необходимо поблагодарить управляющую компанию во главе с Мависовичем Азизовым и ЖО-1, которые непосредственно участвовали в строительстве такого прекрасного многофункционального центра. Напомним, пилотный проект создания МФЦ для бизнеса стартовал в России в апреле 2016 года. В его реализации приняли участие 39 регионов. В ближайшее время в нашем округе откроют еще два центра – в Люберцах и в Томилине. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Гостей праздника ждал концерт, поздравления и награждения. Подробности у Марии Лапочевой. Этот год для люберецких социальных работников особенный, юбилейный. Ровно 25 лет назад была создана социальная защита Московской области. И вот уже четверть века эти люди беззаветно отдают себя любимой, но такой непростой работе. Самое радостное – это когда человек, получив помощь от нашего социального работника, реальную помощь, говорит огромное спасибо. А самое грустное – это когда мы работаем с разными категориями людьми. Люди, которые уходят из жизни, с которыми мы много работали, и человека не стало. Это очень печально, очень грустно. Социальный работник – это глаза, руки, ноги человека, который сам не в состоянии что-либо для себя сделать. И сегодня эти люди отмечают профессиональный праздник. Все песни, танцы, поздравления, награды, цветы и слова благодарности только для них. Есть профессия от Бога, как говорят, это учить, лечить, судить. И в этом перечне нет профессии социального работника. Но у вас профессия от Бога. Вы занимаетесь божественным, предельно нужным, необходимым делом людям. В городском округе Люберцы социальной работой занимаются более 400 человек. Людей, нуждающихся в их заботе, свыше 100 тысяч. На содержание социальных учреждений по округу выделяется около 2 миллиардов рублей. Но эти деньги не смогут заменить теплоту и любовь, которую каждый день дарят своим подопечным эти люди. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий в очередной раз проинспектировал ход строительства детского сада в поселке Калинина. Планируется, что учреждение распахнет свои двери уже в октябре этого года. На каком этапе возведения находится этот социально значимый объект, узнавала наша съемочная группа. Строительство нового детского сада в поселке Калинина идет полным ходом. Открытие дошкольного учреждения на 180 мест с нетерпением ждут многие родители микрорайона. Ведь там будут работать целых три группы для ясельного возраста. Объект обойдется почти в 150 миллионов рублей. 70% из бюджета региона и 30% из казны городского округа. Современный, удобный, светлый, просторный, с хорошей территорией. Детский садик строится на месте двух домов. Они были такого барашного типа, мы специально осознанно снесли, потому что микрорайон этот и застраивается. Здесь есть и старый жилой фонд, и здесь молодежи много, есть потребность в садиках. Строительство детского сада идет по графику. На данный момент он готов на 50%. Уже закончено возведение трех этажей и перекрытий. Переходим к отделочным работам установки окон. Сети на сегодняшний момент уже подведены, и к отопительному сезону будет тепло. Осталось выполнить отделочные работы, установить окна, кровлю выполнить и установить оборудование. Кроме ясельных групп, в новом детском саду заработают четыре группы для детей младшего и среднего возраста. Как и полагается, в учреждении будет зал для музыкальных занятий, медицинская комната и кабинет психологической разгрузки. Для старших детей предусмотрели и за студию, тренажерный и спортивный залы. Учредители уверены, садик на Калинино распахнет свои двери уже в октябре этого года. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Состоялось заседание Совета депутатов городского округа Люберца. На встрече подвели промежуточные итоги исполнения бюджета Люберецкого района и городских поселений за 2016 год. Также был поднят вопрос изменения структуры администрации округа. В новой структуре округа выделены блоки, так же, как это было в существующей структуре администрации Люберецкого муниципального района. Создано управление тарифной и налоговой политикой и управление предпринимательством и инвестицией. Подготовлен данный проект решения и предлагается принять его, после чего в налоговую инспекцию будут переданы документы в целях внесения сведений о наименовании казенного учреждения администрации. Она будет именоваться администрацией городского округа Люберцы. Депутаты обсудили вопросы правоприемства, которые закрепляют отношения между органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района и органами местного самоуправления городского округа Люберцы. Также в решении закрепляется, что все нормативные акты, которые были приняты на территории Люберецкого муниципального района, в той части, в которой они не будут противоречить действующему законодательству, применяются в целях того, чтобы не допустить правового вакуума, пока у нас не будут приняты новые нормативные акты. На соседании также были представлены тоглаты по бюджету городского округа Люберцы за прошедший год. Бюджет исполнен по доходам в сумме 5,9 миллиарда или 99% к утвержденному плану, по расходам в сумме 5,7 миллиарда или 94% к утвержденному плану. В итоге в результате исполнения бюджета получат бюджет в сумме 232 миллиона рублей, и бюджет исполнен без кредиторской задолженности, без муниципального залога. 15 декабря прошлого года МОЗОБУЛДУМа одобрила формирование округа на территории Люберецкого района. 26 марта в Люберцах выбрали совет депутатов, а они 4 мая избрали главой городского округа Владимира Ружицкого сроком на 5 лет. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец обсудили вопросы размещения нестационарных торговых объектов. Глава округа Владимир Ружицкий сообщил предпринимателям, что теперь они могут подать документы на участие в аукционах по установке НТО. Глава округа сообщил, что предприниматели Люберец могут подать документы на участие в аукционах по установке НТО до 22 июня. Количество участников в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта не ограничено. Совместно с торгово-промышленной палатой, вместе с сообществом предпринимателей, с администрацией городского округа эти вопросы обсудить, рассмотреть. Потому что я, например, говорю Кириллу Александровичу Тимошкову, что надо готовить аукционы. Они должны быть предельно понятны, прозрачны. Во время аукциона будут разыграны 85 мест для размещения нестационарных торговых объектов. И около 50 мест на весенне-летнюю торговлю. Каждый участник получит свой номер. Аукционы будут проходить в присутствии правоохранительных органов. Во время этой процедуры будет вестись видеозапись. Все требования прозрачные и открытые. Порядок размещения объектов и прием к его в эксплуатацию в соответствии с архитектурным обликом выглядит следующим образом. Объект по результатам аукциона, победитель ставит объект, пишет заявление принять его в эксплуатацию. Объект соответствует нашим требованиям. Мы его принимаем в эксплуатацию, выдаем все документы на руки. Победитель аукциона получит право на размещение НТО до 31 декабря 2021 года. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Новые электрички запустят от Латкарина до Москвы с остановкой в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий на своей странице в Инстаграм. Власти Люберец совместно с главой городского округа Латкарина Евгением Серегиным и замначальника Центра по развитию Московского транспортного узла РЖД Дмитрием Шустовым на выездном совещании по развитию железнодорожной сети обсудили планы запуска ускоренных поездов от Латкарина до Москвы с интервалом 15 минут. Глава городского округа уточнил, что для Люберчан путь до конечной остановки займет 25-30 минут. Новшество значительно раскрусит станцию Люберца-1 и обеспечит транспортную доступность для жителей Латкарина. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Состояние Ухтомского пруда беспокоит жителей города. На минувшей неделе неравнодушные люберчане встретились с депутатом окружного совета Леонидом Троицким и выразили свои пожелания по благоустройству территории вокруг водоема. Масштабная реновация Ухтомского пруда проводилась летом прошлого года. Приводить в порядок и, по сути, спасать водоем пришлось после работ, проведенных недобросовестными подрядчиками. Из-за перекрытых источников пруд начал пересыхать и наполняться лишь за счет дождей. Была проведена работа по благоустройству пруда, была чистка самого пруда, наполнение его. Было высажено 19 плодовых деревьев, 50 кустов сирени. Сейчас местных жителей беспокоит то, что деревья, которые росли вдоль пруда, срубили и тем самым убрали защиту от шума и воздействия транспорта. По словам Леонида Троицкого, это вынужденная мера. После урагана было принято решение ликвидировать все аварийные деревья. Мы просим высокими деревьями, дающими тень, засадить вдоль улицы Карла Липкехта. И здесь вот на этот пятачок, он стал лысый у нас, там тоже были деревья, они давали тень. Мы просто спасались у воды, а сейчас не спасешься. Кроме того, жители просят обратить внимание на состояние дорог вблизи пруда. После обильных дождей на проезжей части образуются большие лужи. Еще один важный вопрос – поддержание чистоты и достаточного уровня воды в водоеме. Здесь был источник, который питал пруд. Я сама лично в этом вагончике присутствовала, видела этот насос. Перед зимой, когда как раз нужен уровень воды, почему-то сразу осушили пруд. Депутат Леонид Троицкий взял на заметку пожелания жительницы и пообещал решить вопросы, связанные с посадкой новых деревьев, наполнением водоема и поддержанием чистоты на нем. Однако по поводу последнего обратил внимание, что и сами жители должны более ответственно относиться к окружающей среде. Обращаюсь ко всем нашим жителям. Дорогие друзья, давайте беречь то, что мы имеем, и будет наш город красивый, удобный и безопасный. Вопросы реализации приоритетного проекта под названием «Повышение эффективности реализации государственной национальной политики в Подмосковье» обсудили в Московском Доме национальностей. Главной целью официальной встречи стал обмен опытом областных и столичных общественных деятелей. По последним данным, в Москве проживает 169 национальностей, в Подмосковье более 140. Это значит, что работа по утверждению межнационального мира и согласия в обоих регионах необходима. О том, какая модель межнациональных отношений выстраивается в столице, членам рабочей группы по реализации проекта «Повышение эффективности реализации государственной национальной политики в Подмосковье» рассказали за круглым столом Московского Дома национальностей. Несомненно, она будет тем, наверное, эталоном, по крайней мере, если не эталоном, по крайней мере, той базовой структурой, глядя на которую в остальных регионах тоже будут выстраиваться такие объединения, такие программы. В своей деятельности Московский Дом национальности руководствуется стратегией государственной национальной политики. С момента появления в 1998 году это государственное учреждение проводит круглые столы, фестивали, концерты, выставки. На сегодняшний день это более 800 мероприятий в год, в которых принимают участие тысячи москвичей разных национальностей. Тут тесно работают с национальными общественными объединениями, даже помогают урегулировать некоторые конфликты. Когда ты точно знаешь, что у тебя есть такое место, и даже при возникновении внутреннего конфликта ты можешь точно поговорить, особенно при наличии квалифицированных специалистов, это, мне кажется, одна из главных ценностей. Кроме того, в Доме национальностей существует большая научно-методическая база. Тут ведут активную работу с молодежью, воспитывают этнических журналистов, проводят мероприятия в школах. К примеру, в Люберецкой кадетской школе уже более пяти лет Московский Дом национальности проводит уроки дружбы, патриотического воспитания, экскурсии, мастер-классы. Представители того или иного народа, той или иной национальности приезжают в школу и рассказывают о своей культуре, о своих народных традициях, обычаях, о своей кухне, о каких-то особенностях своего языка. И рассказывают о истории своего народа именно в России. Всегда это очень интересно, это познавательно и в такой игровой форме, что для детей и старших, и младших классов всегда-всегда очень здорово и увлекательно. Завершилась встреча за круглым столом Дома национальностей вопросами заинтересованных гостей. Ведь одна из главных целей совместной работы – создание в будущем Московского областного Дома национальностей. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. День открытых дверей прошел на минувшей неделе в холдинге «Вертолеты России». Гостями стали студенты технических вузов и учащиеся школ, представители Люберецкой администрации и многие другие. А кульминационным моментом праздника стали показательные полеты вертолетов российского производства. На один день закрытый для посещения холдинг «Вертолеты России» распахнул двери для всех, желающих стать ближе к российской авиации. И воочию увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Например, музей Московского вертолетного завода имени Миля – легендарного советского авиаконструктора. Там собраны модели созданных им вертолетов, чертежи, фотографии, грамоты. Помимо этого, гостям праздника представился уникальный шанс побывать еще в одном музее. Это легендарный В-12 – самый тяжелый и грузоподъемный вертолет из когда-либо созданных в мире. 27 июня 1967 года, то есть почти 50 лет назад, этот вертолет поднялся в воздух. А спустя почти два года экипаж легендарного В-12 установил мировой рекорд, подняв на высоту 2250 метров груз весом в 40204 килограмма. Кстати, этот рекорд не побит и до сих пор. Сейчас В-12 уже не летает, он превращен в музей, но по сей день остается жемчужиной российской авиации. Почувствовать себя настоящими пилотами и посидеть внутри кабины вертолетов гости праздника могли на статической стоянке, где специально для них были открыты некоторые экспонаты. Ну здесь я увидела много вертолетов, они такие большие, прям, ну впервые вижу, так, прям вблизи. Больше всего впечатлил В-12, это самый грузоподъемный вертолет с двумя винтами, он даже как самолет больше выглядит, с крыльями, и там винты крепятся на крылья. Но самым ярким впечатлением, безусловно, стали полеты по плану летно-испытательного комплекса. Гости праздника увидели Ми-38, это новая машина-транспортно-пассажирский вертолет, и Ми-8, советский, российский многоцелевой вертолет. Мероприятие посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Я думаю, что Люберцам предельно повезло, повезло от того, что в свое время первый вертолет в России взлетел с Люберецкой земли, это был 1929 год. Повезло потому, что две мощнейшие школы вертолетостроения именно на Люберецкой земле Камова и Миля. Всех гостей праздника ждал концерт и угощение от организаторов. В этом году день открытых дверей в холдинге приурочен к юбилею московского вертолетного завода имени Миля. В декабре ему исполняется 70 лет. Мария Лапочева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Латкарине сотрудниками межмуниципального управления МВД России Люберецкая задержана группа людей. Они подозреваются в вымогательстве и хищении имущества. Все четверо уже были судимы. Ранее в Латкаринский отдел полиции обратилась жительница с заявлением о том, что злоумышленники похитили ее автомобиль, а через два дня пропал и ее супруг. Установлено, что участники этнической группы насильно увезли мужа пострадавшей в Балашиху, где, угрожая, требовали у мужчины 750 тысяч рублей и его квартиру стоимостью в 5 миллионов рублей. Они мне по полной программе присылали, что им нужны деньги, что им нужно заложить квартиру в ломбард, чтобы я им срочно отдала, если я хочу увидеться у мужа живым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны четверо ранее судимых, выходцев из Тверской области и стран ближнего зарубежья. По данным фактам, следственное управление возбудило уголовные дела по статьям 161 грабеж и 163 вымогательства Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Анна Троян, телеканал ЛРТА. В Люберцах продолжается охота на тонированные машины. С 1 по 9 июня сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие, в ходе которого выявили автомобиль с нанесенной на стекла тонировочной пленкой. Заметить в потоке машин нарушителя правил тонировки, заполнить протокол, выписать штраф или выдать требования. От Люберецких сотрудников ГИБДД не скроется ни один автомобиль с запрещенной пленкой на стекле. Такие мероприятия проводятся достаточно часто. Их цель – предупредить и пресечь эксплуатацию автомобилей с нарушением светопропускаемости стекол. Сотрудники ГИБДД считают, не соблюдать правила тонировки крайне опасно. Водитель не может контролировать полностью, оценивать всю дорожную ситуацию. Это приводит довольно часто к дорожно-транспортным происшествиям. 1 июня на территории Московской области выявлено порядка полутора тысяч случаев нарушений правил тонировки. По ГОСТу светопропускаемость передних стекол должна составлять не менее 70%, лобового – не менее 75%. Светопропускаемость задних стекол не рекламентируется. 4,6, видите, 5. Видите, вам видно? С нарушением согласны? С нарушением водитель этой машины согласился. Однако выйти из автомобиля и удалить запрещенную пленку отказался. Светопропускаемость стекол его машины, по данным прибора, всего 5%. Практически глухая тонировка. В этот раз водителю выдали требования об устранении нарушения. Если это повторится, ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Инспекторы Госадомтехнадзора и члены общественной организации «Молодая гвардия» провели совместную акцию. Она была направлена на пресечение парковки на газонах и зеленых насаждениях. Листовки с призывами не оставлять автомобиля в неположенных местах распространялись на тех участках города, где чаще всего выявляются нарушители. Ярким примером таких участков является проспект Победы. По обе стороны магистрали на зеленых насаждениях припаркован целый ряд автомобилей. Владельцам транспорта участники акции оставляют листовки. На них не только призывы соблюдать правила, но и напоминание об ответственности за их нарушения. За парковку на зеленых насаждениях – это у нас от 1 до 5 тысяч рублей. Парковка на детских площадках – это у нас 5 тысяч рублей. И парковка на клумбах, и цветниках, и газонах – это от 3 до 5. Провести разъяснительную работу с водителями – такова основная цель мероприятия. Однако побеседовать лично с владельцами авто удается крайне редко. Вы знаете, в общем-то, я понимаю, что я нарушил. Ты приношу извинения, понимаете? Очень приятно. Надеюсь, это просто вынуждено и крайне необходимости. Да, вот именно. Я инвалид второй группы, и мне пришлось. И если некоторые водители признают свою вину, как этот мужчина, то другие, чтобы избежать ответственности, идут на крайние меры. Смотрите, прекрасно. Видите, номера нет. Вот так человек пытается уйти как бы от ответственности. То есть он понимает, что он нарушает, но вот такая вот, как сказать, скрыть свою личность – ну, это на совести каждого. Подобные акции флешмобы проходят периодически в весенний-летний период, примерно раз в месяц. А вот рейды по выявлению нарушителей с целью их наказания инспекторы Госатомтехнадзора проводят два раза в неделю. В среднем за семь дней сотрудники ведомства выносят около ста постановлений. Луиза Егия, Зарян Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Время делать добрые дела. Меньше месяца остается до окончания приема заявок на участие в премии губернатора «Наше Подмосковье». От Люберчан уже поступило более 500 проектов. В числе участников – Красковская народная дружина. Это люди, которые помогают полиции поддерживать общественный порядок на территории поселка и стараются прийти на помощь всем, кто попал в трудную ситуацию. Алло, Красковская народная дружина слушает. А что вас беспокоит? А по какому адресу? Хорошо, скоро будем выезжать. Быстрая реакция, хорошая физическая подготовка и, самое главное, неравнодушие. Такими качествами обладает практически каждый из 60 членов Красковской народной дружины. В свободное от работы время парни на добровольных началах помогают полиции. Выявляют административные правонарушения, пресекают незаконную деятельность, содействуют задержанию преступников. Мы свои деятельности начали в 2015 году. Поначалу, конечно, кто-то смеялся, кто-то не понимал вообще, для чего это нужно. Сейчас, уже 2017 год, за буквально два года люди стали доверять. Поэтому у нас очень много вызовов на телефон поступает. Охраняют общественный порядок в Краскове представители разных профессий. К примеру, руководитель народной дружины Олег Моисейкин. В прошлом участковый. Ему защищать граждан не в новинку. А вот Игорь Чеберёв – социолог. Однако и эта деятельность очень помогает ему в хобби, которое превратилось в настоящий образ жизни. Помогает найти общий язык в общении с гражданами при вызовах, потому что бывают разные люди. Вдохновляет то, что видишь, что людям становится спокойнее, дети гуляют, улыбаются и так далее. А ещё красковские защитники правопорядка – практически все спортсмены. Свободное от общественной работы время тренируют навыки самообороны. У нас в дружине крепкий коллектив. Мы все друзья. Помогаем в любых сложных ситуациях. За это у нас получается эффективно работать. Красковская дружина не знает выходных дней. Работает в круглосуточном режиме. В так называемую смену выходит как минимум шесть человек. А сами парни уверены – это общественное движение не просто хорошее под спорь и сотрудникам МВД, но и инструмент, который позволяет заметить те проблемы общества, которые не всегда видны правоохранительным органам. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. А теперь о спорте. Игра восьмого тура первенства России среди команд третьего дивизиона прошла на минувшей неделе на стадионе «Торпедо». Наши спортсмены из футбольного клуба «Люберцы» встретились с командой «Сергиева Посада» и выиграли со счетом 5-0. Дождь и ветер не помешали люберецким футболистам в рамках восьмого тура чемпионата России среди команд третьего дивизиона разгромить соперников из «Сергиева Посада». Итоговый счет 5-0 в пользу футбольного клуба «Люберцы». Ребята играют процентов на восемь с Люберецки, это наши. И в том сезоне мы старались держать именно процентный состав, чтобы наши было больше, чтобы наши жители ходили и болели именно за своих спортсменов. Старт игре дал заместитель руководителя администрации Люберецкого района Кирилл Тимошков. Мы находимся на территории городского округа «Люберцы», а Люберцы – это самый спортивный город в мире. Поэтому я уверен, что боевой настрой наших ребят обязательно переложится на ту игру, которую мы с вами увидим. И я думаю, что победа будет заслуженным подарком всем нашим болельщикам. Матч проходил на стадионе «Торпеда» в Люберцах. С самого начала игры Люберецкая команда громила оборону противника. Гол не заставил себя долго ждать. 1-0. В этом году перенство проходит, на мой взгляд, исключительно интересно, потому что примерно, на мой взгляд, 8-10 команд вообще равные по классу. Перенство, я считаю, только началось. И говорить о том, у какой команды больше шансов выиграть в этом году перенство сложно говорить. До этого матча команда Сергиева Посада занимала третью строчку в турнирной таблице. Однако за 8 минут игры люберецкие футболисты сумели забить противнику сразу 4 мяча. Благодаря этой победе футбольный клуб Люберцы поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Следующую игру люберецкая команда проведет в Обнинске против ФК «Квант». Спортсмены рассчитывают только на победу. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах во второй раз состоялся парад колясок. Его центральным событием стало карнавальное шествие родителей и их малышей, которые принимали участие в конкурсе на самую креативно украшенную коляску. Также родители праздника ждали различные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Мы все вместе решили смастерить такую интересную поделку под названием «Змей Горыныч», «Змей Добрыныч». Все принимали участие и с большим удовольствием привезли вам показатели. В коляске самой младшей дочки семьи Васильевых не пришлось пылиться в чулане. Теперь это самый настоящий сказочный герой русской народной сказки. Вместе со «Змеем Горынычем» на парад пришли и все пятеро детишек семейства. А маленький джиг-воробей Миша обожает пиратов Карибского моря. На мероприятие приплыл на большом корабле вместе со своими старшими морскими волками. Это же пиратные приключения, это очень интересно. Забытые клады, мореплавание. Такие перевоплощения пришлись по душе практически всем участникам парада. Дружной колонной ожившие персонажи из книжек прошагали по торговому центру выходной. И даже появление Деда Мороза со Снегурочкой никого не смутило. Такое холодное в этом году лето. Конечно, праздник должен был быть в парке, но погода. И вот торговый центр выходной нас приютил. И посмотрите, сколько много участников. Такие все творческие люди, такие все творческие семьи. А таких творческих семей на этот раз было 23. По сравнению с прошлым годом, когда парад колясок в Люберцах прошел впервые, участников стало больше. Это и понятно. Что же может объединить семьи сильнее, как несовместная творческая работа? Пожалуй, одна из самых излюбленных тем в этом году – русские народные сказки. Здесь и летучий корабль, и золотая рыбка, и теремок. И сам Емеля собственной персоной прямо в печи. Привет! Сам Емеля, он же Арсений, как и полагается этому сказочному герою, в этот день и ленился, и капризничал, и слазить с печи не хотел. Делали мы где-то месяц, очень старательно, ночами, днями. Но мы боролись, мы старались, мы смогли. Моем, моем труба чисто, чисто, чисто. Кому, как не мамам маленьких детей, близки эти знаменитые строки. Семья Кудрявцевых превратила свою коляску в Майдадыра. Я сегодня старшая мочалка, и подчиняюсь Майдадыру. А это главная чума за ребеночек у нас. Алюберчане Мехно всей семьей перевоплотились в персонажей сказки о царе Салтане. Прокачали не только коляску, но и самокат. Делали все вместе. И мы с мужем клеили, дедушка нам помогал, бабушка платье у нас связала, напекли орешков. В общем, образ продумали весь, да? От начала и до конца. В состав конкурсного жюри вошли представители местной власти и депутатского корпуса, спонсоры проекта, блогеры и, конечно, организаторы парада колясок в Люберцах, сообщества «Мама офлайн». Они уверены, это мероприятие запомнится семьям надолго. В этом году так случилось, что солнышко не хочет нас радовать, но порадуем мы его. Для того, чтобы деткам участвовать в этом, потом посмотреть фотографии, увидеть, что родители действительно могут, способны на все самое лучшее ради своих детей. И, как показал конкурс, люберицкие родители действительно могут многое. И за это, как полагается, их оценили по достоинству. Самых оригинальных участников отметили специальными наградами. Обладатели призовых мест искупали в овациях и подарили многочисленные презенты. А семья Змея Горыныча в скором времени еще и полетит в Турцию. Главный приз достался Васильевым. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Добрые дела своими руками. Школьники из Октябрьского шили плюшевые игрушки, которые вскоре передадут детям, находящимся на лечении в онкодиспансере. Благотворительная акция проходила в рамках проекта психологической помощи онкобольным «Опора», участника премии «Наша Подмосковья». Каникулы уже начались, но у этих ребят еще есть дела в кабинете труда. В летнем оздоровительном лагере 54-й школы в Октябрьском они не только отдыхают, но и занимаются творчеством. А на этот раз у них задание особой важности – вместе с учителями сделать подарки для детей, которые тяжело заболели. Мы решили участвовать в проекте «Опора». Это помощь психологическая детям и взрослым онкобольным. А как могут помочь онкобольным школьники? Передать им частичку добра, сделанную в совместном творческом процессе. Игрушки для детей больных раком – это не просто подарки. Это доказательство того, что за стенами больницы есть другая жизнь, в которой о них помнят и ждут возвращения. Это дети не совсем такие, как мы. Они заболели, чтобы как-то им поднять силы, чтобы они снова жили как настоящие дети, не чувствовали себя другими. Мы решили сделать им вот такие игрушки. Мы это делаем для того, чтобы им было приятно, чтобы у них была всегда улыбка. Символом акции «Слонники опоры» стал рисунок большого слона и маленького человечка рядом с ним. Он означает, что даже совсем еще юный, к примеру, школьник, своими добрыми делами может изменить чью-то жизнь к лучшему. Как вы думаете, кто здесь опора? То есть большой слон – ребенок. И если глубоко задумываться, даже психологически, то каждый человек по-своему скажет, кто же здесь опора. Несмотря на то, что маленький ребенок и огромный слон, то получилось, что опора – это ребенок непосредственно. Проект «Опора» существует уже два года. Такие акции, творческие социальные проекты, мастер-классы, семинары, праздники – это лишь только часть большой работы, которую делают его участники. На сегодняшний момент психологи «Опоры» провели более 300 индивидуальных консультаций, оказывая психологическую поддержку людям с онкологическим диагнозом. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. 6 июня в нашей стране традиционно отметили День русского языка. Этот праздник учрежден президентом Российской Федерации в 2011 году. Примечательно, что годом ранее Департамент общественной информации ООН провозгласил 6 июня Международным Днем русского языка. В России, да и во всем мире, этот праздник неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. «Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Это стихотворение Александр Сергеевич написал 181 год назад. Но даже сейчас, спустя почти два века, в России трудно отыскать человека, который не знал бы наизусть хотя бы несколько строк из его произведений. «Мой дядя самый честный вправил. Когда ни шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мебалетное видение, как гений чистой красоты». «На лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе там. И днем, и ночью кот ученый». «Все ходит по цепи кругом, идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит». За свои почти 38 лет Пушкин написал порядка 800 стихотворений, 7 сказок, 12 законченных поэм, 8 драматических произведений. И это только наиболее известная часть его творчества. Его называют «Солнцем русской поэзии». С его именем неразрывно связана славянская культура. Неудивительно, что День русского языка традиционно отмечается в нашей стране именно 6 июня, в день рождения великого поэта. «На самом деле, пожалуй, любой поэт и писатель, он не стоит на той полосе, на той ступеньке, как Александр Сергеевич Пушкин. Мы знакомимся с Пушкиным, с его сказками с самого раннего детства. Мы это слышим еще практически лежа в колыбели. Мамы и папы, и бабушки, и дедушки нам рассказывают эти сказки, поют прекрасные песни, которые на самом деле сам Александр Сергеевич Пушкин когда-то слышал от своей бабушки, если вы помните, да, и прежде всего, конечно же, от своей няни Арины Родионовны». Сегодня по всей стране традиционно проходят мероприятия, посвященные жизни и творчеству Пушкина. Вот и в Есенинской библиотеке Александра Сергеевича любят и помнят не меньше, чем поэта, чье имя она носит. Каждый год здесь проходят лекции, викторины, чтения в память о Пушкине. В библиотеку приходят дети разных возрастов, и для каждой группы подбирается своя программа. «Мы решили вот им показать материал о Пушкине, немножко рассказать о книгах. Наша цель, самое главное, чтобы ребята ушли из библиотеки и запомнили, что есть такой удивительный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин». Эти дети с творчеством поэта знакомы и неплохо. На вопросы отвечают быстро и правильно, глаза горят желанием узнать еще больше. В этом стремлении им помогают сотрудники библиотеки. Наталья Хохлова активно участвует в подобных мероприятиях, с удовольствием рассказывает детям о Пушкине. Признается, для нее поэт как старый друг. Пушкина называют основоположником современного русского языка. Он умел писать просто о сложном. Наверное, поэтому его произведения так легко запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь. Когда он стал писать свои стихи вот так, как он писал, это было революцией в то время. Это вот действительно было... То есть стихи были такие возвышенные, с какими-то сложными словами, с сложными оборотами. А Пушкин сделал обычную, простую речь стихами. По закону? Что за слово? Я не слыхал такого. Слово царское дано? Значит, дело решено. Его стихи простые, но такие гениальные. Мы перечитываем их, помним наизусть, цитируем. И, пожалуй, можно сказать наверняка, пушкинская поэзия срока давности не имеет. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска «Встречай лето с ЛРТ». Под таким названием наш телеканал запустил фотоконкурс, и он продолжается. Участники, которые займут призовые места, получат ценные призы от нашей редакции. Встречать лето можно дома. Встречать лето можно на работе. А можно встретить лето на пляже. А еще встречать лето можно вместе с телеканалом ЛРТ. Участвуй в фотоконкурсе, вступай в группу ЛРТ ВКонтакте, делай репост записи и добавь обязательные хэштеги «Хочу приз от ЛРТ» и «Селфи с ЛРТ». Включай наш телеканал, делай яркое, интересное селфи на фоне ЛРТ и размести его в конкурсном альбоме в группе ВКонтакте. И самое главное условие – подключай своих друзей, ведь именно они поставят тебе лайки. От этого зависит исход голосования. Участвуй в конкурсе, набери более 100 лайков. Главный приз – стильный планшет Lenovo. Беспроводные стильные наушники ждут обладателей второго и третьего мест. Фотоконкурс продлится до 15 июня. Участвуй в акции «Встречай лето вместе с ЛРТ». Не упусти свой приз. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Наталья Григорьева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин